СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. 16+. В Кирове 5 минут 1. Мы продолжаем программу «Дневной разворот». На волнах наших любимых, на волнах радио «Эхомосвы» в Кирове. В гостях по-прежнему. В гостях. В студии по-прежнему, да. Юлия Афанасьева, Николай Голиков. И поговорим мы сегодня во втором часе. У нас будет как бы две темы, но первая из них, мне кажется, очень актуальная, потому что август уже дошел аж до 8 числа. Никто не заметит и никто даже не успеет глазом моргнуть, как август пройдет. Вот у нас месяц такой очень быстрый, сгорает очень быстро. И наступит 1 сентября, День знаний, который, как бы, конечно, очень большой праздник для всех. Но, с другой стороны, каждый год к 1 сентября возникает проблема, что очень-очень много детей в Кирове, в Кировской области, которые в силу определенных обстоятельств, в силу того, что попали в трудную жизненную ситуацию, не могут самостоятельно их родить, не могут самостоятельно подготовить их к этому большому празднику. И поэтому в Кирове стартовала акция «Здравствуй, школа». Она проходит каждый год, ее проводит детский фонд. И с нами сегодня на связи Валентина Павловна Иванова, председатель Кировского отделения Российского детского фонда. Валентина Павловна, добрый день. Добрый день. Добрый день, Валентина Павловна. Юлия Афанасьева, Николай Гуриков. Добрый день, Юлечка. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о вашей акции. Прежде всего, сколько подопечных вам нужно собрать в школу в этом году? Сколько нам собрать, очень трудно говорить, потому что мы рассчитываем каждый год на уменьшение, но, простите, но не получается. Во всяком случае, в прошлом году мы по области подготовили и на эти школьные письменные товары для 360 семей. 360 семей – это в прошлом году, да? Ой, простите, это рассталось. Ничего страшного. Ну и вот, понимаете, это город Киров и область. Более 100 семей – это было в городе непосредственно, а остальные – по области. Все районы области. И раньше… Не волнуйтесь, не волнуйтесь, все нормально. Прокашляйте спокойно. И раньше, и сегодня уже присылают заявки на помощь в подготовке к школе. Поэтому это большая армия… Да нет, 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 мы вас как раз слушаем, все нормально. Это большая армия в основном многодетных семей, семей малоимущих, малообеспеченных, неполных. Вот, и, как правило, там 3-4 ученика. Кроме того, не забываем мы и школы-интернаты, потому что сегодня им тоже стало житься не очень-то хорошо. Учебники… Вернее, школьные письменные принадлежности необходимы. Поэтому не исключаем, что и заявки от них пойдут. Валентина Павловна, а скажите, пожалуйста, вот, что в заявках просят? Что вы собираете? Мы хотя бы основной набор для того, чтобы ребенок пришел в школу, не просто так вот, с листом бумаги чистым и все. Нет, мы основной набор, который необходим для школьника, это тетради-ручки, это цветная бумага-фломастеры, это краски-карандаши. Сегодня требования очень большие у школ, да? И поэтому этот набор, скажем, годом все время увеличивается. Так там каждый год это несколько тысяч рублей только на вот это все, да. Да, тетрадка-то ведь раньше стоила сколько? Две копейки, пять копеек. Было такое, да. А сегодня она под 10 рублей, а общая тетрадь и под 20 рублей. И ручки точно так же. Поэтому только на школьно-письменные принадлежности, вот так, если считать, то надо около 500 рублей. Это по минимуму? На одного ученика. Это по минимуму на одного ученика? Да, по минимуму на одного ученика, да. Потому что вот тот список, который мы, что тут тоже родители сидим, да, тот список, который нужен, да, там это несколько тысяч рублей, к сожалению, только на школьно-письменные товары. Но ведь это же еще не все. Это, естественно, школьно-письменные, вернее, школьная форма еще требуется. Вот мы признательны кировчанам, которые нам сегодня несут школьную форму своих уже учеников. Мы даже принимаем с советских времен школьную форму с фартуками. Потому что в районах области это еще используется. То есть еще сохранилось где-то? Сохранилось где-то, а некоторые ведь покупали мы раньше про запас и несут с этими ярлыками магазинскими, фабричными. То есть еще не ношеную? Не ношеную совершенно. А мы ее используем. Вот. Кроме того, помимо школьной письменной принадлежности, очень много различных рабочих тетрадей по математике, по литературе. А они стоят все, знаете, немалые Немалые деньги, да. Некоторые 600 рублей. Ну представьте себе, это несколько тетрадиторы. Вот сейчас только что мамочка со слезами сидела, у нее задолженность по квартире. Муж попал в аварию, значит, не работая, да. Причем работая, как говорят, без оформления, у него ни больничного, ничего нет. Четверо детей, троих надо отправить в школу. Ужас. Ну вот вы представляете, вот поэтому со слезами плачет. Ей нужна и зубная паста, ей нужны не только тетради ручки, ей мыло нужно. Поэтому вот сегодня мы готовим, не случайно к кировчанам обращаемся и говорим нам не только школьное письменное, но будем признательны и за зубную пасту, и за щетку зубную, и за мыло, потому что ребенка надо отправить чистым. И носочки надо, чтобы были свежие, и чешки, и тапочки на вторую обувь. Не говорите, спортивная форма, как всегда сегодня, без нее не пускают и в школу, поэтому это еще надо купить. Поэтому сложно сегодня семье, где ниже среднего зарплата и доходы не позволяют вот это все сделать. Вот мы не допускаем того и стараемся все это каким-то образом с помощью кировчан, потому что не отпустить ребенка в школу или не сделать так, чтобы у него было улыбающееся лицо первого сентября. Нет, я считаю, мы будем повинны с вами, взрослые. Валентина Павловна, вы уже 30 лет объединяете вокруг себя неравнодушных людей. Скажите, пожалуйста, люди откликаются и насколько активно откликаются? Юлечка, я могу вам сказать, вот я, когда мы здесь в июле месяце не работали, занимались внутренними работами, и вот первого числа августа открывает двери, у меня, знаете, тревоги, я ночью не спала, думаю, у меня ни рубля денег на подготовку к школе, у меня, как говорят, и запасы мои иссякли, как и быть. И вот вы понимаете, все-таки какая-то вот аура над детским фондом, и над нами есть, звонит, звонит человек, но наш, он, как говорят, партнер детского фонда, пусть не так часто, но он внушительно, он звонит и говорит, ну чего, как вы там живете? То есть он сам инициативно звонит, да? Да, по своей собственной инициативе, и говорит, я пенсию вам опять, потому что он меня всегда перед первым сентябрем, или вот в начале учебного, или там перед Новым годом, он звонит, я пенсию сберег свою, я несу вам, и он принес 150 тысяч на эту программу. Понимаете, вот эта линия, как говорят, я вам даже не могу ответить, какой-то сверхоттуда боженька как бы нас ведет, и вот представляете, чего? Вот поэтому мы уже сейчас на эту сумму, мы уже закупаем этот товар. Вот добрый человек, который услышит, вот издалека знает, есть, есть, нам пожилые люди несут тетрадки, вот купили 10 тетрадок, несут, несут, карандаши несут, ручки, вот принесли эту школьную форму опять с этикетками, слышат, я вам хочу сказать, что просто я признательна кировчанам. Объясните еще, пожалуйста, вот если вот сейчас нас люди слышат и кто-то захочет помочь, как это лучше ему сделать? Понимаете, лучше всего сделать, самое лучшее, потому что мы, лучше всего принести деньги, мы можем купить по льготной цене, вот собрав эти деньги, определенный, непосредственно тот товар, который нужен, в этот раз. С другой стороны, могут сами купить, вот покупают, вот что делают, это очень похвально. некоторые родители идут, покупают школьные письма для своего ученика 2-го, 3-го класса, и под давлением, или может быть, свое внутреннее сознание, они тут же покупают и второму ученику, и этот вместе со своим ребенком приносят нам и говорят, это или мальчику, или девочке. Вот ручки, да. Некоторые прямо с ранцем приносят, вот приносят вот это, это самое, это ведь такой пример для ребенка, согласны? Безусловно, да. Он видит о родителе, да. И он когда вырастет, он уже будет понимать, что это ребят, да. Вы знаете, за 30 лет я уже вижу тех, кто приходил, когда ребенку было сколько лет, а сегодня они взрослые, они идут к нам. Сегодня уже эти дети идут к вам, наверное. Да, да, уже дети, конечно, дети, которые когда-то вот приносили с родителями, да, да. Валентина Павловна, а если говорить про деньги, вот как деньги пожертвовать, к вам можно прийти и принести, либо можно перечислить куда-то. Да, можно перечислить на расчетный счет детского фонда, на сайтах наши детские счета указаны, это раз. С другой стороны, можно ведь через смс, это по короткому номеру телефона, 4647 дело, и плюс ту сумму, которую вы желаете, только дождитесь ответа. Это 4647 дело. Вот это короткий номер и указать сумму, которую... Которую, да, желают. И прямо эта сумма там они указывают на акция Здравствуй, школа. Вот. Это очень просто, это кто владеет вот этими смс-ками и короткими этими телефонами. Вот. Можно прийти просто в кассу детского фонда, кто тут недалеко, можно прийти. Это труда 57, но в принципе и в центре города. Да, в центре города все нас, в общем-то, очень удобно добираться. Или можно просто позвонить, я вот скажу телефон и вы скажете правильно ли. Да, да, да. 653850. 653850. 651466. Можно позвонить и уточнить уже, да? А у вас вот есть информация вот от тех людей, которые вот как бы хотят помощи, вот именно что им конкретно нужно уже? О чем разговор? У нас картотека этих заявлений уже сегодня, она уже, знаете, насчитывает и районов области, и города. Все это у нас есть. Это ведь мы просто так, где указаны не только какая семья, сколько детей, какой класс, какая школа. У нас все это есть. А вот именно конкретно, что кому нужно там? Конечно. То есть вот эти данные все у вас есть, да? Да, конечно. Все это есть, да. То есть почему и выгодно, видимо, просто деньги принести, потому что вы уже знаете конкретно, что нужно приобрести. Конечно, и конкретно, ведь вот посмотрите, из районов идет письмо, вот пришло письмо, у меня ученик такой-то, надо тот, а размер такой-то, это надо. Мы это уже, мы понимаем, из района они не приедут из далекого, и она многодетная мама. Конечно, мы подбираем то, что вот это надо. И школьно-письменные, и одежду. А в районы вы потом сами выезжаете? А нет, в районы мы через центры социальной помощи. В каждом районе центра социальной помощи, мы туда звоним и говорим, что вот, если они не приезжают, что у вас такая-то семья, надо забрать товар. Есть или не центры социальной помощи, то я ведь звоню и главе района порой, они чаще всего приезжают. Иван Петрович, для ваших семей тут есть товар, надо забрать и увезти к вам. Нам не отказывают в этом. Всегда возможности с окази отправить, да? Да, так не отказывают, во-первых, ни один глава района, он говорит, хорошо, водитель подъедет, вы ему передайте, а мы передадим в районе, да. Да-да-да, у нас в этом плане нет и центра социальной помощи, и вот головы районов. А как иначе, у нас и транспорта нет своего, и нас всего 4 человека. Ну что же, Валентина Павловна, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Давайте напомним, что благотворительная акция «Здравствуй, школа» стартовала в региональном отделении российского детского фонда. собирают школьные письменные принадлежности, тетрадки, ручки, карандаши, фломастеры, одежду, обувь, деньги, вещи. Все, что у вас есть, все, чем вы можете помочь, этому будут рады в детском фонде. Я еще раз напомню, это адрес фонда «Труда» 57, это в городе Кирове, в самом центре, недалеко от Карла Маркса, недалеко от транспортного агентства, от остановки. Справки можно навести по телефону 65 38 50, 65 14 66, а свой взнос можно либо туда принести лично, либо отправить на счет, номер счета можно узнать и по телефону, либо через смс-сообщение, короткое, Юль, продиктую еще раз. На номер 46 47 дело и сумма пожертвования. Ремарка от Валентины Павловны, нужно дождаться ответа на эту смс-ку. Ну, как бы на этом мы сделаем маленький перерывчик и через 40 секунд вернемся. Вернемся. Продолжается дневной разворот на «Эхе Москвы». В студии по-прежнему наши два ведущие, Юлия Афанасьева, она сейчас громко смеется, мы тут немножко в перерыве пошутили. И Николай Голиков. Да, я тоже громко смеюсь, но уже не в прямом эфире. И вторая половина нашего... Да, вторая часть разворота. Вторая часть нашего второго часа дневного разворота будет посвящена тому, что сегодня, сегодня на канале «Россия-24» в 19.00 начнется прямая линия временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области Игоря Владимировича Васильева. И мы хотели бы, чтобы вы вместе с нами, наши слушатели, подумали о том, о чем, собственно, да, вот вы бы хотели спросить губернатора. И о чем мы бы, может быть, хотели его спросить. Линия будет не очень долгая, она будет длиться всего полчаса, поэтому, как бы, есть возможность через наш эфир, можно сказать, так сказать, позвонив нам по телефону 211-101, задать вопрос губернатору. Может быть, он на него и не ответит в прямой линии, но, по крайней мере, он его точно услышит. Да, пожалуйста, 211-101. Если у вас есть какие-то вопросы к РИО, пожелания, комментарии к работе, вы можете позвонить нам, поговорить об этом с нами. Я думаю, что мы сегодня в течение эфира там сформируем, да, небольшой срез, Да, небольшой срез, если успеем. Вот, но, Юль, вот мы уже тут как раз вот в перерывчике говорили, да. Так, ты успел первый. Я успел первый, да. Вот если бы у тебя появилась эта возможность, да, только вот не говори мне это слово, которое ты мне сказала. Не буду. Пока мы были не в эфире, да, если бы у тебя была такая возможность позвонить, дозвониться до этой прямой линии и задать, Игорь Владимирович, вопрос, что бы ты спросила, что бы ты ему пожелала? Ну, вот, знаешь, Николай, я две своих ремарки уже сформулировала по поводу третьей, там, несколько претендентов у меня на третье место. Ну, вот, в первую очередь для меня, как для журналиста, первое и главное, это все-таки открытость власти. Готовность комментировать проблемные темы, непроблемные темы, сам формат общения с людьми, общения с там, избирателями, с нами, с журналистами, вообще общения с народом. Я помню, что наш коллега Николай Плюснин, да? Да. Он же писал колонку про космос. Да, да, да. Это Николай. Он писал колонку про космос некоторое время тому назад, и мысль его основная была в том, что сейчас правительство Кировской области существует, ну, как будто в неком космическом пространстве, коммуницирует только внутри себя и мало коммуницирует вообще с той системой, которая находится снаружи, с обществом, с гражданскими активистами, с журналистами, то есть мало выходит на публику. Юль, но Николай писал довольно-таки давно, вот ты полагаешь, что за вот эти, примерно полгода назад это было у него, если даже не раньше. Наверное, да. За это время что-то не изменилось разве? Вот ты знаешь, но у меня ощущение, что нет. У тебя есть какие-то проблемы в коммуникациях с правительством? У меня нет этих коммуникаций. А почему? Они тебе нужны? Ну, Николай, ты и я, мы оба журналисты, как бы мы все всю эту кухню с тобой понимаем. Да, мне бы хотелось больше открытости власти, мне бы хотелось готовности там комментировать проблемные темы оперативно. Ну, не мне тебе рассказывать, да, как все это происходит. Мы помним, как это было раньше и как это происходит сейчас. И мы понимаем, что сейчас эта коммуникация нарушилась, либо она односторонняя. То есть некая информация идет только в одну сторону от правительства области в СМИ. Ну, это пресс-релизы, да, некая там позитивная информация, но очень мало обратной связи и мало отклика на просьбы журналистов прокомментировать «Не приведи Господь какие-то проблемные темы». Ну, и вторая вот моя ремарка, это, конечно же, логистика между нашим регионом и Москвой, потому что в любом случае возможность как-то оперативно добраться из Кирова в Москву оперативно и недорого, самое главное. То есть это снова тема авиакомпании «Победа»? Да, совершенно верно. Это тема авиакомпании «Победа», это моя личная боль. Возможность недорого и быстро добраться из Кирова до Москвы это свобода, да, свобода перемещения, это свобода увидеть новые страны, новые города, новые горизонты. Сейчас мы этого лишены. Раньше мы летали постоянно, я говорю сейчас про себя и свою семью, сейчас мы не летаем, потому что пять тысяч за билет, например, это минимум на всю семью, пятнадцать тысяч в одну сторону, извините. А у нас есть сейчас звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. добрый день, представьтесь, пожалуйста. Александр. Александр. Вот, вы знаете, вот вы сейчас затронули тему, что вечером будет губернатор выступать, да? Да. Ну, может быть, ему заранее вот такой вопрос задать. Задайте. Вот сейчас в Москве очень много освобождается, снимается, вернее, убираются троллейбусных линий. Ну, не знаю почему, но очень освобождается много троллейбусов. Ну, понятно, что троллейбусы там в Москве ходят поинтереснее, получше, чем в городе Кирове. Так вот, хорошо бы, если бы наш губернатор договорился с мэром Москвы, может быть, по более низкой цене закупить троллейбусы, а вместо того лома, который ходит по городу Кирову. То есть, списанные в Москве троллейбусы приедут в Киров, да? Да. Они же все равно намного-намного лучше, чем в Кирове. И, может быть, по дешевой цене купить хотя бы-то эти троллейбусы. А я даже бы расширил ваше предложение. Раз снимают троллейбусные пути, провода снимают, так, может быть, заодно еще их привезти, потому что у нас же обычно говорят, что очень дорого продлить троллейбусные линии, что-то, а тут почти все готовое. Ну, это, конечно... Может быть, вообще перем... Я не шучу почему? Может быть, вообще просто перевезти? Я совершенно не шучу. Это же все очень дорого стоит. Ну, я хочу сказать, хотя бы вот эти машины, троллейбусы заменить в городе Кирове. Отлично, мне кажется. Там же очень много освобождается троллейбусов. Александр, спасибо вам прямо вот за ваш хозяйский подход. Это на самом деле очень серьезное предложение. И вы зря говорите, я вовсе не шучу. Я думаю, что другие области, которые более, как бы созговорчивые, они давно этот вопрос решили, наверное. Ну, не знаю, может быть, как раз вы тот, кто первый догадался. Пожалуйста. Спасибо вам большое за ваш звонок. Дорогие слушатели, если у вас есть свои пожелания, комментарии, вопросы к в Рио губернатора, расскажите нам об этом, о чем вы бы хотели спросить, Игорь Владимирович. Ну, Николай, собственно, я ответила, в принципе, на твой вопрос. Теперь твоя очередь. Твои топ-3 вопроса к в Рио. Ну, я, во-первых, не готовил никогда, никогда не участвую в этих прямых линиях, никогда не посылаю своих вопросов, потому что, как бы, у меня немножко другая позиция. Но твои внутренние вопросы, я думаю, всегда с тобой. Нет, нет. Дело в том, что у меня вопросы те, на которые обычно не отвечают на прямых линиях, они несколько более общие, несколько более широкие. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что те, кто желают поучаствовать в прямой линии, так сказать, заочной, они по-прежнему нас слушают и будут нам звонить по телефону 211. Так, это ты сейчас ушел от ответа на вопрос. Я сейчас ухожу от ответа на вопрос, я ухожу на небольшой рекламный перерыв. Вот в чем дело. Но после перерыва продолжается дневной разворот и мы продолжаем наш разговор о предстоящей сегодня вечером прямой линии временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области Игоря Владимировича Васильева, которая пройдет в 19.00 на канале Россия 24. Она будет длить целых полчаса, но это не так и много, как мы понимаем. Поэтому те, кто желает свое мнение высказать заранее или свое пожелание или свой вопрос задать главе региона, вы можете сделать сейчас по телефону 211-101. И, может быть, этот вопрос ляжет, как говорят, не богу, конечно, в уши, но наш главе региона в уши ляжет. И, может быть, он будет озвучен либо в прямой линии, либо потом. Да, 211-101. Если у вас есть какие-то пожелания, комментарии, либо вопросы к вриу губернатора, поговорите об этом с нами, озвучьте. Ну, а до перерыва нам позвонил Александр, который предложил московские троллейбусы. Да, воспользоваться тем, что в Москве сокращают троллейбусный парк и вот этот в прекрасном состоянии находящийся машины, как бы, ну, не знаю, там, выпросить или по недорогой цене выкупить, по сходной цене у московского мэра и привезти их к Кирову. Просто тут возник такой вопрос. У нас-то как раз, к сожалению, вроде бы собираются с троллейбусами расставаться, потому что получается так, что линия существующая требует ремонта. Это довольно-таки дорогой ремонт. Новые линии прокладывать это еще дороже, потому что там довольно-таки много специфического электрического оборудования электронного. И если раньше, условно говоря, троллейбусы, почему они так активно выводились, потому что была дешевая электроэнергия в Советском Союзе. Это был экономичный вид транспорта с точки зрения дешевизны. И билет на троллейбус стоил дешевле, чем на автобус, на одну копейку, если кто помнит, да, то есть на автобусе билет стоил 5 копеек, на троллейбусе 4. Это было дешевле. Вот. И это еще с точки зрения экологии выгодный вид транспорта. Но так как это финансово дорого содержать, то я думаю, что, скорее всего, это предложение, прозвучавшее, да, от нашего слушателя, не найдет такой горячей поддержки, как хотелось бы. Хотя на самом деле троллейбусный транспорт, он на самом деле экологически чистый, его надо развивать в таких городах, как наши, так сильно задымленных. Ну что же, а у нас есть еще слушатель. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Мне Олег живут. Олег, ваш вопрос либо комментарий. Я вот, знаете, вот послушал представителей Российского детского фонда. Я 10 лет назад отправлял своего ребенка, младшего, в школу. Значит, и тоже тратился на оплату всех этих расходов. Ну и сейчас снова внука отправляю уже в школу и тоже мы тратимся, значит, у меня дети тратятся на моих внуков. И мы заплатили, в общем-то, где-то 23 тысячи рублей. Чтобы собрать ребенка? Да, чтобы собрать ребенка. Значит, и поскольку там анонсируются вопросы к губернатору, я вот тоже хотел спросить, слушайте, ну вот, как-то губернатор, я слышал отчет губернатора по итогам деятельности правительства за прошедший год, ну а на детей как-то правительство будет социально незащищенно тратиться или нет? Если хотите, я вам могу зачитать список. Значит, представитель Российского детского фонда, она не все зачитала, то, что тратится, и скорее всего, намного меньше, чем требуется для ребенка. Она говорила по минимуму, об основных только. Она говорила только по минимуму, чтобы хотя бы как-то ребенка собрать, то есть там не шла, а полном, так сказать, комплекте. Ну, смотрите, ну вот, знаете, вот что собирается список, я не знаю, вы, ну вот, Николай, я так понял, что где-то рядышком стоит с детьми, которых тоже своих собирал недавно, и тоже может назвать. Ну, у меня вот, да, ребенок в пятый класс собирается идти. А, в пятый, ну, вот у меня вот сейчас внук в первый идет. Вот, и, ну, знаете, вот портфель, мягкие пеналы, простые карандаши, цветные карандаши, зеленые, синие, красные ручки, линейки простые, там резинки, ножницы, клещи, карандаши, подставки. Цветной картон, белый картон. Да, нет, не только это, там, понимаете, там много больших затрат, рюкзак, три с половиной тысячи стоит минимум. Папка для труда, там, баночки для воды, кисточки, там, альбомы специальные, школьная форма, там, три рубашки для мальчика. А они растут так, что на вперед не накопишься. Брючки там 1700 стоят, жилетка полторы тысячи стоит, спортивный костюм, кроссовки, шортики, все у кого есть дети любого возраста понимают, что это не дешево. Нет, плюс, понимаете, плюс, значит, еще эти оплачиваются, правильно говорила вот женщина, что оплачиваются, значит, специальные учебники, тетради там по русскому, по математике, это все эти. Вопрос, поэтому отсюда и возникает, вот 23 тысячи минимум, на самом деле, для средней семьи собрать. Ну, у меня дети сами зарабатывают, но они молодые люди, но 23 тысячи, как бы для них тоже достаточно серьезные. Это для любого человека достаточно серьезная сумма. Вот, поэтому, как бы, вот такой же вопрос бы я звучит губернатору, слушайте, ну, вы там отчеты пишите, там отчеты, как бы, а вот не социально, не защищенных, или хотя бы для молодых семей, какую-то помощь, вот в этом, в плане оказывать, я уж не говорю про детские дома, и тех, значит, школьников, которые обеспечивают вот эти вот детские фонды различные, в том числе и российский детский фонд. Так российский детский фонд почему и обеспечивает? Потому что государство об этих людей уже не заботится. Потому что государство не обеспечивает. Да, ну, не заботится, но Кировская область будет заботиться об этом или нет? То есть вопрос, вопрос стоит, будет ли правительство Кировской области помогать молодым, социально незащищенным, я правильно говорю, молодым и социально незащищенным, как бы, слоям, так, родительским, да, хотя бы вот к первому сентября собрать ребенка в школу? Да не только с первому сентября, но и обеспечить в течение года, как бы, ребенка, вот, ну, класса до четвертого, до третьего, вот в начальной школе хотя бы там, допустим, понимаете? Я не про своих детей говорю, я еще раз говорю, я десятку, десять лет назад засылал в российский детский фонд, просто вот покупал, свою младшую ребенку, так сказать, вот засылал просто на кого-нибудь, я не знаю, как они смогли израсходовать эти суммы, но, грубо говоря, ну, почему с родителей, там, с народа собирают, по сути, этот самый за, ну, ну, это просто по понятиям, люди по справедливости просто не хотят, чтобы такие темы поднимались, и вот платят, и платят, и платят, платят. Я уже не говорю о том, что сейчас точно так же, как 10 лет, чтобы не линолеум, так сказать, в классах не застилать, так сказать, проще заасфальтировать все эти самые классы в школах, так сказать, я думаю, что сейчас, надеюсь, этого не будет, но хотя бы этот вопрос решить. Вы правы в чем, что деньги на ремонт собираются по-прежнему с родителей? Ну, собираются, наверное, будут собирать, вот это тоже грядущая тема, которую надо было пережить просто молодым родителям. Хорошо, Олег, спасибо вам большое за ваше мнение, за ваш звонок. У нас осталось до окончания эфира, до окончания эфира 3 минуты осталось. Николай, я все-таки хочу спросить тебя, вот твоя боль, о чем бы ты хотел спросить? Это не совсем может быть моя боль, но мне кажется, это очень актуально сейчас для области, потому что вот после визита президента, когда речь шла о проектах инициативного бюджетирования, о том, что их надо развивать, и Кировская область пока является одним из лидеров, одним из флагманов в этом деле, вот, мне бы хотелось, как бы, может быть, не знаю, дать, попросить или дать совет, дать рекомендацию Игорю Владимировичу, чтобы мы это лидерство не потеряли, потому что это очень быстро, любой богатый регион очень быстро нас может догнать и перегнать, и про нас забудут. Надо, мне кажется, все-таки ему наконец встретиться с теми людьми, которые занимаются этими различными проектами в разных уголках области, конкретно занимаются этим, сесть за какой-то большой круглый стол, может быть, и договориться о том, чтобы вот возник какой-то орган, может быть, офис проектный, или как-то его по-другому назвать, который бы координировал все вот эти разрозненные, пока по разным министерствам, наладить взаимодействие по инициативному бюджетированию, по всем его различным видам, которые существуют. У нас есть... Да, потому что тогда мы как бы, на самом деле, свое лидерство сохраним, и сможем так гордо показывать, что Кировская область – это главный регион. На самом деле, да, этим надо пользоваться для формирования позитивной повестки, в том числе на федеральном уровне. У нас есть еще один звонок. Две минуты до конца эфира у нас осталось. Добрый день. Добрый день. Да, представьтесь, пожалуйста. Зовут Олег. Николай, добрый день. Добрый день. Вопрос, который будет задан сейчас касается всего сообщества лесопромышленного. Это для Игоря Владимировича. В конце 2018 года заканчивается срок действия лесохозяйственных регламентов. Олег, вы говорили об этом как-то в эфире, да? Вы уже говорили. Тогда, может, его не стоит поднимать. Не-не-не, повторите, повторите, конечно. Одновременно прекратят действовать все проекты освоения лесов у арендаторов. Чтобы начать работать по новым проектам освоения, нужно после принятия регламентов провести госэкспертизу вновь разработанных проектах. При этом проекты должны соответствовать новым регламентам, договорам аренды. Изменения в которые вносятся только по результатам проведенной таксации. И через суд. Эта процедура занимает довольно немалое время. Это, по-моему, несколько месяцев, да? Что будет при массовой подаче всех проектов на экспертизу? Вопрос. Что предпринимается для своевременной разработки лесохозяйственных регламентов? Второй вопрос. Как министерство планирует без остановки лесопользования решить вопросы с экспертизой проектов о соединении лесов? И третий. Как будут проходить экспертизу те арендаторы, которые не проведут таксации? Ведь у них не будет оснований нести изменения в договора аренды через шею. Это, наверное, существенный вопрос. На самом деле вопрос очень существенный, тем более, что, как я понимаю, заниматься этим надо уже сейчас, потому что скоро будет просто поздно. Спасибо большое. Встанет вся лесное сообщество. Встанет вся лесное сообщество, просто остановится. Закончилось у нас, к сожалению, эфирное время, дневной разворот. Николай Голиков. И Юлия Афанасьева. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова